Привет, с вами Андрей. Собственно, у нас Рыцари, Бумаги и Пера, третья часть. В прошлой серии остановились на том, что покачали немножко город. Давайте заберем ежедневную награду, прокачаем еще немножко город. Насколько у нас это получится. Нам нужно покупать 15-17 книги уровня. Соответственно, ниже уровня книги нас не интересует. Также забираем ежедневную награду в гильдии. У нас это зеленое кольцо на DeathRating плюс 30. Для нас оно бесполезно, потому что слишком мало DeathRating. Давайте посмотрим на него поближе. Она у нас 6 уровня. Тут DeathRating чуть больше. Но для нас, по сути, она бесполезна. Учитывая то, что бижутерия не качается. Да, DeathRating 40. То есть для нас она бесполезна. 6 уровня. Бижутерия, она не качается. Она только улучшается с уровнем. Поэтому для нас это бесполезно. Давайте заберем, собственно, ежедневную награду. Нам сегодня сферу дали. Неплохо в целом. Сферу стоит сразу убрать, потому что нам она просто элементарно мешать будет. Нас будет обманывать постоянно. У нас, собственно... Давайте по персонажам быстренько пробежимся, чтобы вы имели представление о том, чем я в данный момент играю. У меня, получается, есть профессор, человек, воин. Профессор на врагов. Враги имеют 15% шанс атаковать именно профессора. То есть нашего танка. Клерик у нас торгуец. Клерик у нас, получается, торгаш. У него 10% голды за квест. И человек. Рога у нас, эльф, татуировщица. Татуировщица, это в начале вашего хода у вас есть шанс снять рандомный дебаф с рандомного члена пати. Либо с вас, либо с какого-то из вас компаньона, скажем так, и повесить вместо них рандомный баф. Очень полезный перк. Позволяет снимать достаточно сильные дебафы. Шаман Констебль. Человек. Получается, Констебль у нас в начале боя у рандомного врага снижается инициатива до минимума. Если врагов несколько, то выбирается один рандомный враг и убирается у него инициатива. Очень полезно. Особенно, если вы играете с рогой, которому очень сильно за счет бакстепа нужна инициатива. Паладин, человек, фишер. Так называемая... И тут указано салти. Так называемая соль. Враги имеют 10% шанс атаковать именно Паладина, фишермен. Из нововведений у нас, как вы помните, в прошлой серии... Мы немножко здания подкачали. Давайте вместе с вами еще подкачаем. В прошлой серии мы полностью прокачали ратушу. Вот, собственно, наш критрейтинг. Давайте еще подкачаем здание. У нас как раз есть 138 монет, которые им нужны, кристальники. Подкачали. У нас теперь она следующего уровня. А максимальный уровень, скорее всего, 15. У нас она в данный момент 13 уровня. Собственно, давайте заберем награду с маркетплейса. Так называемую бесплатную. Она падает нам в рюкзак. У нас маркетплейс 10. У нас синие, зеленые вещи в данный момент нам падают. Вот фокус был бы неплох. Но, опять же, все предметы можно и так получить. Сандомных квестов. Вот. У нас также присутствуют книги из библиотеки. Библиотека у меня в данный момент 12 уровень. Вот, собственно, как вы видите. А умения я могу покупать до 17 уровня. То есть 15-17 книги. Поэтому мы, как вариант, можем сейчас все прокачать до 15-17 уровня. У наших ребят, собственно. Ну, тут, наверное, стоит качать резурект. Если наши персонажи будут падать, чтобы они хотя бы падали более удачно. Так же стоит качать блэс. Блэс это возможность, ну, снятие, увеличение шансов бросков на дебафы. То есть на вас накидывает дебаф, например, кровоток. Он, не знаю, 30 единиц, грубо говоря. Вы за счет блэса снизите его наполовину. То есть при удачном броске. А блэс позволяет, ну, скажем так, увеличивает. Дает еще плюс 15 в нашем случае шанса на удачные броски. Здесь понятно смог объяснить. Качаем также удар слабостью. Но он, конечно, сомнительный. Он чисто слабость качает. А на самом деле очень-очень полезно. Почему? Потому что слабость при нанесении урона самой по себе, она в 10% за одну единицу дает. Что очень полезно и много урона будет. Рогу у нас максимального уровня. У паладина, в принципе, можно прокачать молоток на плюс 2. Молотком мы периодически пользуемся. Это добивающий молоток, который в большинстве случаев забирает цели, у которых, собственно, меньше определенного количества здоровья. И, опять же, цели должны находиться рядом. Это очень важно. Также можно, в принципе, наложение рук взять. Это лечение паладина и цели одиночные. Но для этого у нас, в принципе, есть шаман. Поэтому для нас это не особо важно. Но чисто так, как говорится, дополнительные возможности в целом неплохо. Собственно, астральный план сомнительный. Ускорение союзника за счет астрального шифта. Ну, это полезный перк. Но, опять же, это при условии, если хотите, вы сходить рогой два раза. Либо как иметь паладином. Например, два раза вы просто его ускоряете за счет вот этого перка. И он ходит после шамана. Если он походил до него. Ну, я в бою, собственно, это покажу. Вот. По уровням у нас 36 воин, 36 клерик, 38 рога, 37 шаман и 35 паладин. Паладин в этом вопросе, конечно, самый дохленький. Давайте апнем ему тоже уровень. Чтобы у всех был 15-17. Давайте массовое лечение тоже прокачаем, хотя бы на плюс 2. Давайте посмотрим, сколько у нас книг осталось. Надут ли нам возможность это посмотреть. Как вы видите, у нас осталось 8-4 книги. Собственно, 8-15 и 4-17. Соответственно, на 4 это 2 скилла. 8, собственно, это около 4 скиллов. Соответственно, мы практически все можем прокачать. Поэтому давайте сейчас так, наверное, и сделаем. Прокачаем это до 15-го. Собственно, она уже была 13-го. Это массовая слабость. Эффективнее всего. В данный момент она 31-го очко слабости кидает. Эффективнее всего с этим ударом клерика. 10% бонус за каждый урон. То есть он наносит 500. Плюс еще 10% бонус за каждую слабость на цели. И чем меньше целей, тем более эффективно. Это одиночное умение, а вот это умение массовое. Собственно, чем меньше целей, тем на меньшее количество она будет распространяться. То есть, например, на босса, грубо говоря, одна цель. То есть все 31 слабости повесится. Но враг может снять с себя слабость. Поэтому важно походить и повесить таким образом, чтобы вы успели походить. Давайте прокачаем астральный план. И, собственно, последний. Ну, опять же, это так называемая астральная защита. Вас прямой атакой пробить будет нельзя при наложении этого эффекта на следующий раунд. Вы при этом восстановите себе здоровье и немножко энергии. Но массовый атакой удар по площади вас пробьет в любом случае. Поэтому, ну, такой себе дебаф. Ну, в целом он неплох. Если каких-нибудь легких персонажей поднимать, которые прямо уже откровенно упали. То есть вот этот шаман вместе с клериком, они сочетаются в этом вопросе неплохо. Давайте бафнем его напоследок. Собственно, у нас остались, скорее всего, чисто две книжки на 17 уровень, чтобы перетащить. Давайте определимся, кого мы будем перетаскивать. По идее, можно блэс взять, но блэс не всегда полезен. Либо взять дамаг. Дамаг тут чисто по одной единичке. И слабость, и вяк, так называемая. Что сомнительно. Я думаю, стоит брать либо ресуррект, либо молот у паладина. Молот у паладина, наверное, будет поэффективнее. Давайте возьмем молот. Правда, паладину нужно, по сути, танчить в основном. Но все-таки молот. И теперь у нас еще на одно умение хватит. Давайте, наверное, на массовое лечение оно не настолько сильно нужно. У нас есть лечение. Как вариант, можно взять резуррект. Либо взять на танка слабость. Но опять же, слабость танка, она будет работать только вот с этим перком Клерика. Более эффективно имеется в виду. Поэтому, по идее... Тут вообще, в идеале, вот этот перк можно не качать от слова совсем. То есть, вы можете его вообще чуть ли на первом уровне оставить. Он будет очень много дамага носить, но и он не будет практически магии требовать. Но вот этот перк нужно практически на максимум брать. Давайте его возьмем. И, собственно, последняя книжка на данный момент у нас. Собственно, мы прокачали. Больше у нас пока книжек в данный момент с вами нет. Спросите, где получать, собственно, драгоценные камешки, в которых у меня 58 в данный момент, правый верхний угол. Они за квесты даются. То есть, побочные-побочные квесты. Ну, иногда не побочные квесты. Они даются просто за квесты. Либо за достижения. Вот, например, заходим в нашу гильдию, вкладка достижения. Вы видите, что если мы убьем отражателей, 100 штук, то нам дадут 20, собственно, драгоценных камушков. Таким вот образом можно, собственно, пробивать и получать. В этой серии хотелось бы продвинуться по сюжету, попробовать, сможем ли мы пробить. Тут как раз 25 рубинчиков, как вы видите, основной сюжет. Но по сюжету очень дорого идти, потому что туда, куда он нас отправляет, очень-очень дорого по сюжету шлепать. Квест берется в замке. Давайте забежим сюда. Король нам дает квест. Давайте его заберем. Как вы помните, квест я уже смотрел. Там нас будут ждать в городе пустоши механизированные существа. Поэтому стоит быть готовым. Это будет засада, скорее всего. За 15 тысяч дорога будет стоить 15-750, если быть точным. Детсто очень много, но все-таки у нас засада. На нас напали раньше времени. Срезаем мутированного таракана. Этим двум нельзя дать походить, иначе вы проиграете. Поэтому даем им так называемый агр на себя, и будем бить через молоток. Собственно, урона нам не хватило. Паладин бьет слабо. Он кинул отметку. Отметка будет висеть до конца боя. Снять у нас у меня не получалось. Здесь только при смерти. Двигаемся дальше по квесту. Собственно, мы напали на механизированных этих чупакабров. На самом деле, они не особо сильные. Давайте посмотрим, сколько у них хп. Вообще, у них много здоровья. 4 тысячи, 5 тысяч. Давайте бафнемся для начала. Собственно, эти статуи бафаются на урон. Они первые, значит, щелкаются. Потому что, в любом случае, баф на урон – это очень опасная штука. Стоит ее сразу щелкать. Танк бафается на блок. А этот просто бьет руками. Клерик. У нас понижение дефа кастуют эти роботы. Причем, они положили их на всех. Поэтому наша задача – слить вот этих вот… Кто будет из них дамажить. Вот электрическая аура пошла. Первый удар по площади. Мы выжили. Кастуем гард ауру. Пробуем сагрить всех. Ну, либо хотя бы кого-нибудь. Кастуем блэс. Ну, а эти роботы бьют слабо. Они единственные дебафы свои очень сильно вешают. Обратите внимание, сколько удара получилось. Они бьют, видимо, несколько раз. Мой даже щит не смог выдержать его. Убираем вот этого моба, который бьет по площади. Лечим своего танка. Танка даже смогли пробить, что удивительно. Кастуем гард ауру, кастуем блок. Блэс, как вы понимаете, держит у нас. Поэтому просто бьем руками. Они кастуют понижение армора на 60%. Сейчас я вам покажу дебаф. Вот, собственно, они кастуют бину 60% физзащиты. То есть, по сути, это кастуется на танков. Танки очень быстро склеивают ласты против такого. Ходит паладин. Паладин пробует забрать. Да, они, скорее всего, упали. Просто агрим цель. У нас нет слабости, поэтому просто бьем руками. Да, робот погиб. И мы, собственно, добили, но он сопротивляется. Ну, вообще, вот эти машинки, они, конечно, опасные. Мы их победили. Сужетных машинок. Самое веселое. У нас эти машинки напали. Вот это вот существо. Говорит, welcome в город. Я смешной. Существо, очевидно говоря. Что нам по квесту нужно делать? Вот опять идти, да? Обратно вернуться в этот замок. Обратите внимание, цена. То есть, мы в одну сторону шли за 15 тысяч, обратно идем за 22 тысячи. Нормально, да? Я просто, честно говоря, удивлен. Ну, вот так. Поэтому нам нужно формить еще много золота. Опять король нам что-то бубнит. Квест закончился, но все-таки отдали. Где мы? Не на том спасибо. Уровень у нас в паладине. Давайте его прокачаем. Боди рефлекс он поднял. Поэтому нам эти усложения. Собственно, мусорный посол. Для нас он бесполезный. Также для нас бесполезное зеркало. Ну, вот кристаллики, конечно, нам не бесполезны. Давайте заберем 30 уровень. Скорее всего, нам бесплатно его отдаст за чисто разговоры с ними. Я так думаю. Судя по награде в золоте и в опыте. Да, как вы видите, он нам его бесплатно отдал. Собственно, посох можем расщеплять сразу. Он нам не нужен. У нас синие посохи. Это зеленый. Для нас зеленый посох не актуален. Расщепляем сразу зеленый посох. Убираем лишние слитки. Для того, чтобы они нам не делали мозг. Новый предмет, который нам выпал, собственно, это так называемый цепь. Для нас он бесполезен. Он, конечно, бафает скорость, бафает спелл, бафает энергию. Во-первых, он двуручный. Для нас он уже бесполезен. У нас все ребята ходят с одноручным оружием, как вы видите. Поэтому для нас двуручное оружие бесполезно. Да, она чуть сильнее будет дамажить. Но есть только какому-то магу отдать. Опять же, у нас присутствует один маг, которому в теории можно было бы отдать. Это именно маг. Вот он, опять же. Но опять же, у мага одноручный посох. То есть для него он бесполезен. Поэтому мы просто его расщепляем. Потому что он двуручный. Он даже если будет сильно эффективен, из-за того, что он двуручный, урона может быть чуть меньше. Эти слитки могут быть использованы для заливки в нужные предметы вам в опыт. Вот, например, синяя за 20 тысяч, что показает. Тоже квест-бубнилка. Девятый уровень книга. Здесь манивый предмет-маска. Прикольно. Ну, для... Собственно, это спас-броски. Плюс 4. На самом деле, маска для нас бесполезная, поэтому нам нет смысла она не останавливаться. Заберем два кристаллика. Так называемый бриллиант. Они тут называются. Вот там бесплатно, собственно, дали бриллианты. Давайте сразу книгу уберем, для того, чтобы она нам не мешалась. Как вы видите, у нас присутствуют еще две книги 15-го уровня. Это значит, что мы в теории могли бы поднять скиллы с 13-го до 15-го. Либо ниже, если они есть. Но, опять же, как вы видите, скиллы у нас некому качать. Поэтому посмотрим дальше. Собственно, тоже квест-бубнилка. Ничего полезного для нас. Предмет для нас бесполезен. Почему? Потому что, во-первых, зеленый. Во-вторых, он... Ну, мы в данный момент от синих предметов уже играем от цвета синих. Что касаемо мухомора, мухомор тоже бесполезен. Квест-бубнилка собираем, собственно. Они там между собой сейчас наговорятся. И мы, собственно... Расщепляем даггеры. Потому что они нам не актуальны. Вот, собственно, два даггера зелененьких. Расщепили, чтобы они нам не мешали. Зеленые ситки, как вы помните, за пять тысяч. Вот это уже боевой квест, скорее всего. Причем достаточно серьезный, судя по всему. Ну, потому что, судя по награде, по опыту. Плюс дают еще кристаллики. Пассивные квесты они ни о чем. Давайте возьмем этот квест. Нам, скорее всего, нужно подойти. Давайте посмотрим, куда. Вот, нам нужно, собственно, в дождливый лес идти. Давайте пробежимся до 17 тысяч. На самом деле, вот эти локации, они достаточно дорогие. В плане хождения мы вошли в этот лес. Но мы в этом лесу уже были неоднократно. Поэтому для нас ничего особо непримечательного. На нас напали гнолы. Ну, гнолы слабые очень. Исключение есть только они невысокоуровневые. Давайте посмотрим, какой у них уровень. Ну, вообще, они высокоуровневые достаточно. Поэтому давайте не будем рисковать, а просто сначала бафнемся. Обратите внимание, первый ударил вот это вот гнида. Но нам в любом случае нужно защищаться. Поэтому я не знаю, чем они будут бить. Бьем блэсом. Скорее всего, они будут бить физой. очень больно. Поэтому мы просто бафаемся на защиту, собственно, как обычно. по идее надо в первую очередь щелкать троллей. Но тролли очень много здоровья. Значит, он первого вот этого гнола шлепать. Я думаю, мы и сможем его убить. Я, правда, не помню, сколько он наносит, наш рога. Да, рога 5600. Собственно, мы можем даже заднего этого тролля убить. У него 5300. Тастуем второй раз дождь. Ну и гартауру, чтобы нас не пробивало. Танк агрит на себя. Это гнида под номером 9 воскресила десятку. И десятка практически забрала мне этого. забираем забираем номер 10. паладином кастуем гартауру. Танк просто агрит. Собственно, это воскрешающее чудо упало. Смотрим, сколько хп. В принципе, я думаю, можно убить тролля. Он не отсвечивал. Нам урона не хватило его убить. Теперь должно хватить. Да, собственно, мы убили тролля. Начинаем кастовать на них яд. у меня у шамана стоит яд 30 единиц плюс у роги стоит яд на 10 единиц. То есть мы, по сути, ядовитые. Большинство. Даем массагр. яда ему хватило. Пробуем раздамажить. Там 6000 мы его, скорее всего, не убьем. Поэтому просто убьем ядом со спины. Ходит шаман. уже 30 яда. Пробуем дать ему стан. Стан не прошел. Даем ему слабость. мы мы можем добить бакстепом. получили некоторое количество опыта. мин мин мер вы разговаривают. Нам это особо не интересно. квест будет непростой. Давайте пробежимся туда, посмотрим. Скорее всего, это квест на сбор, поэтому... Охренеть, можно. Очень много етинов. Давайте посмотрим их хп. 5000 и они бьют станом. Нам нужно убить чемпиона в идеале в первую очередь. Под номером 6 у нас присутствует. Мы нихрена не успели сделать, они все бьют шамана. На этот квест мы явно не готовы идти. Кастуем дождь. Как вы помните, иммунитета к стану нету. И те боксерские шапки, которые там выдают за типа иммунитет, на самом деле иммунитетом не является. Давайте посмотрим, сколько хп. 5000. Нам бы в идеале чемпиона снять, но я думаю, что мы не сможем снять чемпиона. Давайте еще раз посмотрим. У всех за 5000 хп чемпиона. Давайте номер 2 снимем. Номер 2 сняли. Номер 3 начинаем раздамаживать. Очень больно, потому что танк не смог кастомыть на себя защиту. Танк очень сильно проседает. Ему плюс дали стан. Танку в этом вопросе очень больно. Кастуем второй раз дождь. Ну и собственно гард ауру, чтобы просто танку меньше урона прилетело. Режем номер 4. Берем номер 3. Нима хватило урона. Он упал. Этот кастовал на себя гард. На самом деле это слишком жалкое зрелище. Гард ему не поможет. Кастуем на него яд. Но я почему-то у него не скастовался. А у него контратака получается. Я правильно понимаю? Ааа. У него контратака. Обратите внимание. Мы били шаманом. А он нас контратаковал. Это означает то, что этот. Его надо бить в последнюю очередь. Срезаем тогда это чудо. Да, видите, он контратакует. Ясно, ясно. Давайте тогда так. Но ему это не поможет, потому что мы его тупо ядом затравим. Кастуем его, Агримова, на себя. Чтобы он постоянно бил этого. Да, видите, этот нехороший человек контратакует. То есть мы бьем его, он контратакует нас. Давайте порубим ему стендать. Скорее всего на него он не подействует. Нет, на него он подействовал. Шикарно. Ну, значит он проиграл. Давайте бакстеп посмотрим, сработает. До 100% вновь он сработает. Срезаем его. Нам он дал сэндвич. Бой, в принципе, легкий. Единственное, в конце этот нехороший человек начал что-то изобретать. Так называемый чемпион. А так, в принципе, екины ни чем особо не примечательны. Получили 16 тысяч монет. Я думаю, мы с вами на этом пока закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok